Жить в долгах, как в шелках, строители устали, в магазинах просить в долг еду, уже стыдно, рассказывают мужчины. Комуслуги в квартирах за неуплату пока не отключили, но могут в любой момент. Рабочие компании КАЗ Хай Тех Евробилдинг жалуются, что уже полгода не могут получить зарплату. У меня лично получается около 550 или 560 тысяч за должность. То есть, кредиты, проблемы домашние, не можем за комуслуги оплатить, садик тоже, детишки, растить как-то надо. Вот не получается с такими работодателями. Строить очередной жилкомплекс рабочие начали два года назад по заказу фонда Самрук Казына, но с октября начались перебои с зарплатой. А потом фирма-подрядчик по документам избавилась от работников. Нас отправили без содержания и сказали, что КАЗ Хай Тех Евробилдинг банкрот и все объекты переданы компании Даурбаев. И нам сказали к ним со всеми вопросами обращаться. Идем к ним, а там говорят, у кого работали, у тех и спрашивайте. Из компании в компанию рабочих посылают два месяца, мол, счета подрядчика заморожены из-за проверки. Комментировать ситуацию руководители не стали, только экс-начальники пояснили. Волокита возникла из-за того, что тендер был выигран на одну сумму, а затем она вдруг выросла. Мы тогда четыре фирмы объединились и выиграли конкурс по строительству домов на 25 миллиардов тенге. Потом выяснилось, что проект обойдется в 33 миллиарда тенге. Сейчас все приостановили и теперь все перепроверяют. Работодатели обещают рассчитаться с рабочими до конца месяца. Правда, дожидаться они не стали, а уже написали коллективное письмо в инспекцию труда. Там начнут проверку в ближайшие дни. Продолжение следует...